А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Бифа. Он делает интересные и смешные монтажи с различных игр, над которыми действительно можно посмеяться. Если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. А сейчас, ребята, что мы будем делать в первую очередь? Пойдем завалим, завалим вот этого покемона. И хочу видеть, какой это уровень Чукча пятый. Но, ребята, перед этим, как я обычно говорю, не забываем ставить лайки. Ведь как только мы наберем тысячу лайков на вот этой серии Пиксельмонов, в ту же секунду выйдет следующая серия Пиксельмона. Тем самым вы сами решайте, когда она выйдет. Сегодня, завтра или послезавтра. Если вы большой фанат Пиксельмонов и хотите видеть новую серию хоть сегодня вечером или завтра утром, то поставьте лайк. Как только мы наберем тысячу лайков, сразу же выходит следующая серия. Второе, ребята, не забываем оставлять комментарии. Ведь я читаю ваши комментарии, также общаюсь со своими подписчиками. Буду очень рад, если вы оставите какой-то комментарий. Я его с удовольствием прочитаю и отвечу, также пообщаюсь с тобой. И последнее, ребята, это не забываем подписываться на мой канал. Я также буду очень этому рад, потому что я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Я отношусь к своим подписчикам, как действительно к своим друзьям. Поэтому, если хочешь стать моим другом, подписывайся. Я буду очень сильно этому рад. А что мы будем делать в этой серии, ребята? В первую очередь, что я бы хотел сказать, это то, что... Спасибо, что в предыдущей серии вы писали имена летсплейщиков, блогеров и вообще людей, в честь которых вы бы хотели, чтобы я назвал следующего покемона, это Агрона. Я, ребята, уже посмотрел, сколько там голосов, сколько людей проголосовало за одного человека, сколько людей проголосовало за другого человека. И в следующей серии я назову Агрона в честь того человека, в честь которого набралось больше голосов. Поэтому, ребята, ждите. В следующей серии я назову Агрона в честь кого-то. Также, наверное, в следующей серии я вам дам следующее задание. Опять сказать имя какого-то ЛСП-щика или блогера, чтобы мы назвали там, я не знаю, если честно, чтобы мы там назвали тоже какого-то другого покемона. Но это, ребята, будет в следующей серии. А сейчас мы возвращаемся домой, я быстренько посплю, и мы... Знаете, куда мы пойдем? Мы... Точно! Мы же нашли алтарь Забдуса в предыдущей серии. Я и забыл. Ребята, вы помните, вы досмотрели вообще предыдущую серию до конца, потому что, если честно, она была долгой. И кто не помнит, то в предыдущей серии мы нашли алтарь Забдуса в самом конце. И вот он, ребята. Офигеть! Как только, как только, как только мы прокачаем орб, да, электрический орб, то в ту же секунду мы, наверное, пойдем и заспавним нового легендарного покемона. Но перед этим, ребята, нам еще как-то нужно мастер-бол добыть. Было бы интересно, как это сделать, потому что, может, монетки у нас есть. Наверное, с помощью монеток мы все-таки сможем его купить. О, орбок ванну принимает. Может, с помощью монеток мы его и сможем купить. Но, как я уже сказал, в этот раз мы, наверное, будем экономить. И с помощью этих монеток мы, наверное, себе купим, наконец-то, уже механическую наковальню. Потому что, действительно, уже пора. Уже очень даже пора. Это какой уровень? 20-й? А, если честно, уже действительно пора. И мне кажется, что было бы круто, если бы мы ее купили. И после этого, как только мы ее купим, вот тогда, ребята, я и начну копить еще на один мастер-бол. Потому что третий раз перекладывать покупку вот этой наковальни, если честно, ну, не очень хочется. Не очень, ребята, хочется. Опа, деревню мы нашли. Деревню, деревню, деревню. Как у вас, ребята, дела в школе? Тут уже какой? Четвертый день пошел. Рассказывайте, что нового, какие учителя, сколько уроков, сколько пар, может, там, у кого-то. Кто в какой класс пошел. Мне действительно будет интересно послушать. Потому что, ну, интересно. О, я думаю, что-то залагало. Ну, в принципе, просто интересно будет, кто же меня смотрит. Сколько людей ходит в какой классе. Действительно будет, ребята, интересно. Поэтому не стесняйтесь, пишите, я с удовольствием посмотрю. Но сейчас, ребята, давайте мы вот этот весь хлам продадим, который мы купили. Который почему купили, добыли. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Сколько у нас там вроде? У нас вроде 18 серебряных монет, если я хорошенько помню. Сейчас посмотрим, ребята, сейчас посмотрим. А вот это и что там мы еще можем? И кости, да, мы еще можем продать. Ну, сейчас, ребята, ща-ща-ща-ща-ща-ща. Вроде все. Вот так. обменник вот так вот так замечательно и сколько у нас ребята сколько у нас у нас 21 монета еще осталось 9 монет и мы сможем купить себе механическую наковальню это будет действительно очень круто давайте скинем вот эти все вещи которые у нас есть сейчас чтобы они просто-напросто нам не мешали да вот тут это сюда нам нужно один орб у нас есть орб да у нас как раз последний орб потому что нужно 3 арбада для того чтобы заспамить три легендарных птицы да у нас действительно как раз было три нам нужно электрический камень я в и вот он да я уже думал что что нету но все-таки он у нас есть замечательно хлам нам нужно в хлам нет это не хлам это не хлам это можно забрать чтобы потом выкинуть вот тут наш хлам это мы скинем вот сюда замечательно это мы скинем вот сюда и вот офигеть сколько у нас золото если честно это много это много и вот это можно сюда скинуть замечательно больше вроде ничего а тут у нас что ну это можно принципе тут оставить это можно все-таки забрать а в хлам как в хлам это можно сюда поставить это можно сюда поставить а раркенди мы скинем в сундучок 16 мать его раркенди ну что ребята вы готовы мы делаем орб мы делаем орб в статик соус замечательно а так я как раз хотел выкинуть вот этот весь хлам который у нас есть это можно выкинуть это можно выкинуть 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 хавчик у нас еще есть вот тут еще есть чуть-чуть принципе пока пока что хватит пока что не беспокоимся ну что куда мы хотим пойти я если честно пока что не знает может все-таки в зимний биом мы уже там давно не были ребята не забывайте то что мы будем продолжать а нет секундочку а то что мы будем продолжать искать гиммы не знаю какой будет следующий день может какой повезет найти может водный может огненный может еще какой-то я ребята честно не знаю а точно ребята кто помнит в этой серии я сказал то что мы выложим наших покемонов infernail мы выкладываем шангалура мы выкладываем агроном и выкладываем но в следующий я все-таки назову честь кого-то агрона и давайте новую команду набирать давайте возьмем давайте возьмем нам нужно прокачать у нас есть огненный давайте возьмем синдак вила это огненный давайте сейчас возьмем кого бы взять ребята как думать реалу возьмем уже нужно прокачать и давайте еще одного, не будем полностью набирать. И давайте возьмем... Молтреса может выложить и вместо него взять Старавию? Хотя... Ну, смотрите, если мы найдем следующий гимн, то Молтреса мы не сможем взять в следующий гимн, потому что легенды в гимнах запрещены. О, давайте вместо Молтреса возьмем Вагона. Плюс к тому, на его последней эволюции... Дайте-ка я немного камеру вот так подвину. На его последней эволюции можно будет летать, если честно, он даже сильный. И последнего, то есть 4 покемона, потому что в каждом гимне вроде должно быть 4 на 4, 5. И у нас не может быть 5 покемонов против четверых. Давайте возьмем, может, Гулета. Хотя на Галете тоже можно будет летать. Ну, на Галурке, да? Поэтому не будем брать. Давайте, наверное, возьмем... Давайте, наверное, возьмем... Огненный есть, Боевой есть. Багон, это у нас какой? Это у нас Дарк, вроде, если... Я не ошибаюсь. Давайте тогда возьмем... Нам бы водного, если честно. Нам бы, если честно, водного, но давайте тогда возьмем... Снизла-Пизла, может? Или Райхорна? Давайте... Или Вайлмера? Я честно не знаю. Или... Нет, сейчас мы... Вряд ли... Давайте... Хотя Скоропий, Жук... А может, даже это круто будет. Может, это даже круто будет, потому что он у нас Шайни, ребята, это Жук и Пойзон. Это даже очень круто. Давайте на него посмотрим. Кто не помнит, я его словил вне серии. Ну, то есть, не вините меня, потому что это не мой выбор был ловить его на серию или вне серии. Я его просто-напросто нашел вне серии. Зачем я буду отключать Шайни Покемона? Согласитесь, не проще его словить. Ну что, ребята, топаем, топаем на прокачку с новой командой. Так, пока что нам нужно прокачать Риолу. Сколько у Риолу счастья? 157. Ага. Так что давайте сначала мы будем качаться с помощью Почерису. Смотрите, ребята, мы будем качаться с помощью Почерису. И в первую очередь будем, наверное, качать Погона. Почему? Потому что как только он эволюционирует, мы сможем на нем летать. Сейчас мы не можем летать ни на ком, да? Это хреновенько, потому что полет, если честно, очень важен, да? Чтобы быстренько передвигаться. Сейчас мы не можем этого, к сожалению, делать. Как только мы его прокачаем... Ребята, я вам отвечаю... Я не то, что отвечаю, я вам даю слово, то, что как только мы прокачаем Погона и сможем на нем летать, да? То есть как только он станет соломенцем, я сразу же возьму, я сразу же возьму и прокачаю наконец-то Риолу и Риолу наконец-то станет Лукарио. И после этого Лукарио-то будет всем с жопы драть, потому что Лукарио, это же Лукарио. Это же не хуже... Мне кажется, не хуже, чем тот же Инфернейп. Даже, может, лучше он будет всем попы рвать. Поэтому, ребята, мы его сразу же потом прокачаем. Я не знаю, может, нам глиняный биом. Хотя в глиняном биоме будет хреновенько качаться с помощью Почерису, да? Потому что... Потому что в глиняном биоме там больше такие каменные покемоны. А вы сами знаете, то, что электрический покемон против каменного не очень круто. Если был бы Инфернейп, то я бы с удовольствием туда пошел. А вы еще также можете спросить у меня, Эдисона, почему ты действительно взял не Инфернейпа на прокачку, а взял Почерису на прокачку? Ребята, я вам отвечаю. То, что я уже несколько серий назад говорил. То, что я хочу посмотреть... Я хочу, ребята, посмотреть, что будет падать с помощью Почерису, когда она станет сотым уровнем. Я вообще не знаю, сможем ли мы ее прокачать к сотому уровню. Если даже сможем, то это будет очень долго. Но все же, если сейчас с Почерису нам уже выпадают там Даскболы, вроде даже Квикболы выпадают и все остальное, то что с нее будет выпадать, когда она будет сотым уровнем? Может, там какой-то мини-мини-мини такой шансик будет, с помощью которого нам может выпадет Мастер Бол. Если бы нам выпал Мастер Бол, ребята, я бы тут прыгал офигеть как. Потому что это может сказать, что это халявный Мастер Бол. Это может сказать, что это халявный Мастер Бол. Но это было бы реально очень круто. Поэтому я хочу хотя бы иметь одного покемона близко к сотому уровню, чтобы действительно посмотреть, будет ли что-то стоящее с помощью этого покемона выпадать. Чтобы я, если честно, и наперед знал... О, это гейм, если кто помнит. Чтобы я действительно и наперед знал, есть ли смысл дальше ловить таких покемонов, у которых есть способность Почерицу, да? То есть тоже дропать шмотки. Кто не знал, то такие способности вроде еще там у Мяута есть, такие способности вроде еще там у Тедюрса есть, у Манчлекса есть, еще там у кого-то есть. И потом, ребята, мы посмотрим. Может действительно есть смысл потом ловить еще таких покемонов. 3000 опыта. Это очень даже круто. Давайте вылечим покемонов и сами покушаем. Тем самым, ребята, мы добываем шмоточки. Вот смотрите, 22, 7 и 2. Не очень так много, но все же. Не очень так много, но все же нам осталось еще 9 монет. 9 монет, если мы хотя бы постараемся. Может... О, еще один Раркенди выпал. Вот видите, ребята, очень даже круто. Поэтому у нас... Смотрите, ребята, у нас уже есть 17 Раркенди. У нас уже есть 17 Раркенди. Как только мы, если сможем прокачать Почерицу к 87 уровню, то к 100 уровню мы ее уже докачаем с помощью Раркенди. Потому что, сами знаете, на таких больших уровнях уже, ну, действительно, очень тяжело качаться. Поэтому это тоже будет очень даже круто. А что по поводу 9 монет, чтобы наконец-то купить уже... Чтобы наконец-то купить уже механическую наковальню. Я и, ребята, честно, не знаю. Ой, твою мать. Может, мы все-таки справимся. За серией 3, может, мы где-то справимся. А когда это будет после-после завтра или через неделю, ребята, зависит от вас. Потому что вы решаете, когда выходит серия. Я уже вам это повторялся много раз. Тысячу лайков, новая серия. Поэтому, ребята, если хотите, чтобы мы уже наконец-то купили... Я, если честно, просто никогда ею не пользовался. Я не знаю, действительно ли она настолько крутая. Давайте, ребята, потом увидим, если кто хочет. Ну что, Пачирису уже 64 уровень. Не очень много. Соглашусь, ребята, не очень много. Можно бы было уже иметь побольше. Но все же, все же пока что сойдет. Мы в данный момент качаем больше багона, а не Пачирису. Хотя Пачирису было бы тоже круто. Все-таки, знаете что? Я бы, если честно, пошел, но у нас нету зубат. У нас нету... Меня какой-то подписчик просил, извиняюсь, не помню, словить зубата. Но у нас сейчас нету болов. К сожалению. Поэтому я его сейчас не могу словить. Я его сейчас не могу словить. Но потом словим, не переживайте. Я бы сейчас хотел посмотреть, действительно, спавнятся ли там Бишарпы, где мне сказали подписчики. Потому что кто-то мне сказал, что Эдисон, мол, ты неправильно смотришь, подписчики не спавнятся. Если бы подписчики спавнились, это бы вообще было бы. То, что Бишарпы не спавнятся в Extreme Hills. То есть Бишарпы спавнятся в Extreme Hills M. Я поэтому хотел бы узнать. Вроде я же был в Extreme Hills M. И там никто не спавнился. Поэтому я сейчас, ребята, еще хочу пойти убедиться, действительно ли я там был или мне просто-напросто показалось. И действительно правы ли вы? Правы ли вы? Сейчас мы пойдем и посмотрим. Но сначала нужно убить этих пылесосов. К сожалению, я не знаю, какая у них марка. Там может Филипс или что-то еще. Так, круто. И еще один. Как бы я хотел встретить босса. Вы себе просто-напросто, ребята, не представляете. Плюс к тому, желтенького босса, да. То есть, ладно. Если хотеть, то уже хотеть по максимуму. Желтенького босса, чтобы с него прям выпало. Офигеть, сколько опыта. И чтобы мы сразу прокачали там по Черису хотя бы на два уровня больше. Это было бы круто. Если бы мы все-таки его нашли. Ладно, давайте пойдем посмотрим Бишарпы. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Я никого тут не вижу. Никаких Бишарпов. Вот, Extreme Hills M. Вот те подписчики, которые, можно сказать, в какой-то степени умничали. Потому что многие мне говорили, что, мол, Эдисон, ты там слепошарый. Ты не там смотришь, где нужно. Потому что Бишарпы спавнятся в Extreme Hills M. А ты лазишь в Extreme Hills просто. Поэтому иди в другой биом. Я сейчас вам, ребята, показываю. Что я сейчас нахожусь в Extreme Hills M. И никаких Бишарпов, к сожалению, тут нет. Я уже тут был много раз. В предыдущих версиях, в предыдущем сезоне, на таких местах было по 10 Бишарпов на квадратный метр. Если так образно говорить. Вот. В таких же местах были и Бишарпы, и были Снорлаксы. Снорлаксы остались, и Бишарпы пропали. То есть, ребята, вы видите то, что все-таки разработчики Пиксельмона что-то баламутят. Ох, я знаю, что ты любишь лечиться, но хватит. То, что разработчики Пиксельмона все-таки любят что-то баламутить. Да, то есть, с одного места передвигать на другой, с другого места передвигать на третий, с третьего места на четвертый. И тем самым просто-напросто усложнять вот эти все спауны. Потому что я сейчас не имею представления, где могут, мать его, спавниться Бишарпы. Честно, ребята. Ну, вот это круто. Вот эти штучки, которые спавнятся, в принципе, с помощью мода. Так, Ларвиттер у нас там уже есть. Кто тут еще есть? Это даже очень круто, потому что только что мы за секунду добыли две монетки, да. То есть, две гнилые плоти, две монетки. Я его, честно, ребята, бы убил, но он очень такой большой уровень и электрический покемон против него не очень действует. Ребята, я вас прошу, напишите, где спавнятся конченые Бишарпы. Кто знает? Потому что я, честно, ребята, не знаю. Я не имею понятия. В предыдущих версиях они спавнились тут, и мы их находили прям большими кучами, большими кучами. Но сейчас тут никого нет. Вот это кто еще такой? Апсол. Ух, я бы, если честно, тебя очень даже имел большое желание словить. Вот эволюция багона. Я бы, если честно, большое желание имел его словить. Может, там у него даже первая эволюция есть. Но, ребята, у нас нету покеболов. У нас нету покеболов, и нужно все-таки их как-то добыть. А начну я их, наверное, ребята, уже добывать только после того, как мы купим себе вот ту механическую наковальню. Давайте посмотрим. Шелгон. Вот он. Жопа. Я не знаю, что это вообще такое. Просто какой шарик, можно сказать. Клифф Эйбл, иди-ка ты сюда. Почерису у нас уже 64,5 уровень. Может, в следующей серии она уже будет 65-м, 66-м. Ух, это что? Кого это тут плющит? Почерису, тебя тут плющит, я вижу, очень даже сильно. Так, замечательно. Круто. Потопали дальше, потопали дальше. Потопали, потопали. Потопали Снорлакс. Снорлакс, опа, на тебе в жопу. Засандалили Почерису, и Почерису сейчас его запинает. Круто. Драгун Бриф. Вот это да, это можно оставить. А что заменить? Давайте вот это заменим. Давайте вот это заменим. Так, что-то новое выпало, ребята, смотрите внимательно. Что-то новое выпало, ничего не выпало. Это можно выкинуть Ничего нового, я имею ввиду С каких-то новых вещей Ничего не выпало Ладно, я не представляю Где эти конченые Где эти конченые Спавнятся бишарпы Потому что Что-то они там, короче, нахимичили А вот лунатоны 29-ый Ух ты, с одного удара Это даже очень круто С одного удара А ну, вот это мы уже лутали Миллион процентов, да, это мы уже 100% Лутали А нет, офигеть, а может там новый появился Так Кастап Берри Не знаю Вот эти новые всякие шмоточки Я, если честно, даже никогда шмотки Вот такие шапки, какие-то специфические Не использовал, потому что в одиночке Нету смысла использовать Какие-то нереальные шапки, прокачивать Какие-то дополнительные статы Может они Помогут там чуть-чуть В бою с геймлидером Но Париться по этому поводу нету смысла Проще напросто Прокачать там плюс 1-2 уровня И просто убить этого геймлидера Порвать его Порвать как ту зигрелку А вот это Играет, честно, ребята Это играет большущую роль На серверах Плюс 1 каким-то Статом Это действительно играет Большую роль Но в одиночке Нету смысла В одиночке Нету смысла Ладно, если бы у меня был Еще там совместный сезон С кем-то Но сейчас, ребята В России Нету людей Которые Вы знаете У некоторых людей Все так просто Там у Ледиса Найди себе там друга С которым ты там Будешь снимать Пиксимон Может у меня есть Какие-то друзья Там тот же Фиромир С которого мы Иногда снимаем Но Совместный сезон Но делать Сейчас нету смысла Вот в данный момент Такая мода Надвигается То, что вот эти все сезоны Они, если честно Выходят с моды Да, то есть это все Начинает очень сильно Надоедать Сейчас в моде вот такое Какая-то рубрика Которая будет Да иди ты впей Ты напал на меня Я тебя даже ударить не могу Сейчас в моде Будет Есть, в принципе, уже Какая-то Какие-то Вот такие рубрики Которые занимают Только одну серию Там, например Прохождение какой-то карты Какая-то мини-игра Что там еще есть Без модов Короче Какие-то рубрики Которые будут занимать Только одну-две серии А вот такие новые сезоны Которые там будут длиться Сто серий Или там еще больше Мне кажется Это сейчас уже как раз Ребята Выходит, к сожалению С модой Потому что Твою мать Потому что просто-напросто Люди Ну это уже Людям начинает надоедать Они уже просто-напросто Хотят Какое-то разнообразие Они хотят чего-то Нового Что не будет Вот так парить мозги Да То есть Ну ладно Одна серия Ладно две серии Ладно десять серий Но когда это уже доходит До сто серий Пиксельмонов То это действительно Ребята уже начинает Парить мозги Мозги Поэтому Мозги Поэтому я вообще Этих чукчей Не могу бить Поэтому Ребята Это не очень круто Плюс тому С моих друзей Кого я сейчас знаю Никто не хочет Снимать Пиксельмон Ну Я им даже Не то что не предлагаю Потому что У них есть свои рубрики Начинать какой-то Охренеть И что мне сейчас делать Я не могу выбрать Покемона Потому что на нем Какое-то Какое-то заклинание То что я не могу Его выбрать Я не могу сейчас убежать Потому что Как мы Разработчики Пиксельмона Я вас просто прошу Я не могу выбрать Покемона Чтобы он Хотя бы меня убил Ну Чтобы я просто-напросто Сбежал с боя Потому что Он накинул на меня Какое-то заклинание Ну Не то что заклинание Какой-то удар И что мне сейчас делать Мне сейчас Через Альт F4 Выходить С Пиксельмона То есть С всего Майнкрафта Потому что Я не могу Через Эскейп Выйти Вашу мать Как меня это бесит Ладно Сейчас ребята Перезашел Вот это реально Вот это бесит Честное слово Я не могу Не вступить в бой Я его не могу Убить И не сам Он меня не может Убить Я не могу Убежать Я даже Не могу Выйти в меню То есть Мне нужно С помощью диспетчера Задать Выходить С Пиксельмона Потому что Что-то у них Там Недоработано Это прям Супер Честно Про что Ребята Я разговаривал То что В данный момент Нету друзей Которые бы со мной снимали Пиксельмон Во-первых Это никому Сейчас толком Не интересно Во-вторых У них есть свои рубрики Они в принципе Тоже занятые люди В-третьих Если очень часто Вместе снимать То если честно Это иногда Даже Очень сильно Надоедает И в-четвертых Новых Людей Я сейчас найти Просто-напросто Не могу Потому что Новых людей Которые снимают Пиксельмон Сейчас в России Нету Кто в данный момент Снимает Пиксельмон Мне кажется Что никто Ладно То есть Давайте ребята Обкинем Вот этих всех Популярных Ютуберов О которых Вы сейчас Можете вспомнить Там Тиранит Многие люди Сейчас 100% Напишут Тиранит Ребята С Тиранитом Мы общались До того Как он поднялся Не зная Не зная Макак И просто-напросто Не положил на меня Большой тост И потому что Он стал Нереально популярным И после этого Мы просто-напросто Не общались И все Ничего даже Со мной Не записывать Не хотел Просто Я уже там Напросто не нужен Во-вторых Он уже давно Не снимает Пиксельмон В-третьих Вот эти все ребята Асси Шмасси Они ребята Уже популярные Они если честно Мне даже На комментарии Не будут отвечать К ним даже Нельзя достучаться Обычно В ЛС ВКонтакте С ними даже Списаться нельзя Потому что Они уже там Нереально популярные И уже если честно Не до этого Поэтому с ними Если честно Даже списаться нельзя Всех остальных Я не имею Тоже ребята Никакого желания Людей Которые там Ну Которые хотя бы Я не знаю Честно Больше мне кажется Каких-то нормальных Вот именно Нормальных А не хоть кто-то Нет Поэтому ребята В данный момент Найти какого-то Нового человека С которым Я бы мог снимать Пиксельмон И записывать Новый сезон Нет С подписчиками К сожалению Я не буду это делать Потому что ребята Времени не буду их хватать Я записываю Пиксельмон Тогда Когда мне удобно Сейчас у меня 11 часов вечера Подписчики Наверное В 11 часов вечера Уже спят Потому что Когда у меня 11 часов вечера В Украине Уже час ночи А сейчас как раз Школа началась Вот это все Поэтому Никто не сможет Днем я не могу И в принципе Я не имею желания Честно ребята Записывать С людьми Которые хотя бы На 5 лет Меня меньше Потому что Хоть мне уже 20 Человеку Которому будет 15 лет У нас уже будут Вообще разные понятия То что мне может нравиться Ему может не нравиться А как говорится Нужно найти брата по разуму Чтобы он тебя понимал Чтобы тебе с ним Было комфортно Записывать В данный момент Ребята Таких людей Уже практически нету И я если честно Не могу взять И просто выйти на улицу Заорать Ну кто нормальный Хочет со мной снимать И ко мне Подойдет очередь Ребята Поэтому мне тоже Какая-то отдача нужна Если я с кем-то снимаю Значит мы друг друга В какой-то степени пиарим Да То есть Он со мной снимает Я с ним снимаю И идет такая взаимная реклама Если я буду С кем-то снимать И буду его пиарить А он меня не будет пиарить То к сожалению Отдачи нету никакой И для меня тоже нету Большого смысла Поэтому ребята Я извиняюсь Но сейчас Русских ютуберов нету Которые бы Снимали пиксельмон И еще раз Самое главное Я повторюсь Нормальных русских ютуберов Потому что Есть многие критерии Под которые Кто-то мне подходит Под которые Я кому-то не подхожу Кто-то не подходит Кто-то подходит Кто-то меньше меня Возраст там Намного Поэтому ребята К сожалению Сейчас не получится Поэтому наверное Из-за таких фиганий Сейчас вот это все Переходит То что Вот эти все сезоны Выходят с моды То что 50-100 серий Там какой-то сезон Это уже начинает Надоедать В принципе Не только Людям Которые смотрят А наверное Ютуберам Которые это все делают И проще Мне кажется Найти какую-то Офигенную карту Найти какой-то Офигенный Мини режим Твою мать Найти еще Что-то круто И просто-напросто Записать это все За одну серию Одну серию Выложил И все И забыл про этот режим Забыл про эту карту Забыл про это все Потому что Ты уже это все записал Этот режим уже прошел И просто-напросто Про него забыл А когда есть сезон То это действительно Ребята Уже немного надоедает Вот это у меня уже Шестой сезон Пиксельмона Это уже ребята Честно Каждый сезон Одно и то же Все что меняется Это версия Пиксельмона Версия Майнкрафта Меняют фикстурки И ставим покемоном Добавляют новых покемонов Но Какая Какая вообще цель Пиксельмона Это Делать покеболы Ловить покемонов Прокачивать покемонов Когда ты всех словил Когда ты всех прокачал Ты просто-напросто Заканчиваешь сезон Потому что Тебе уже некого ловить Тебе уже некого качать Все Вот это Сама Пиксельмона Поэтому Ребята Знаете что Просто-напросто Пишите людям Если вы сейчас заметили В комментарии Или вообще Когда-то заметили В комментарии Эдисон Качай покемонов Вне серии Эдисон Придумай что-то там Новое Потому что Смотреть как ты качаешь Покемонов Это скучно Эдисон Не знаю Там Делай что-то другое Пойди куда-то туда Просто не качай Покемонов Или хотя бы Сообщение Эдисон Что-то там Сделай Вне серии Просто пишите так Чувак Иди в жопу Это сообщение Тебе отправлено От Эдисона Я просто-напросто Тебе его передал Вот так ребята Пишите тем чуркам Которые такое могут написать Потому что Я миллионы раз повторяю Ребята Это Пиксельмон Тут ни хрена нету Ни монстров Ни животных Тут еда даже падает С тех же покемонов Сама суть Покемонов Пиксельмона Это ловить новых покемонов И их прокачивать Когда ты их прокачал Ты ловишь другого покемона Когда ты другого покемона прокачал Ты ловишь 35 покемона Все Это весь Пиксельмон Тут больше другого делать Ничего нет Поэтому Если я буду прокачивать покемонов Если я буду Ловить покемонов Если я буду делать Болы вне серии Если я вот это все буду делать Вне серии То извиняюсь за выражение Какого хрена я буду делать Тогда в самих серии Если я уже сделал покеболы если я уже словил новых покемонов, если я уже прокачал старых покемонов вне серии, что я тогда буду мотиву в серии делать? Просто, привет, ребята, а что мы сейчас будем делать, я не знаю, потому что я уже все сделал вне серии. Идите в жопу, вот так должно быть. Я думаю, что не так. Поэтому, ребята, вот тот выход, который мне кто-то предлагает, мол, качать вне серии, к сожалению, не подходит, потому что тогда вообще будет непонятно, что даже не серии, трехминутные какие-то представления, мол, всем привет, я Эдисон, сегодня мы начинаем новую серию Пиксельмона, и всем пока, с вами был Эдисон, потому что мы уже, я уже все сделал вне серии, у меня уже ничего не осталось, чтобы я смог сделать вне серии, поэтому, ребята, это будет чистый бред. Но я понимаю, что это надоедает, вот это прокачивать покемонов, но, ребята, это сам Пиксельмон, то есть тут больше нечего делать. Я, честно говоря, это уже, если честно, ну, по чуть-чуть надоедает, хотя как по чуть-чуть? Если, ребята, вот сейчас я вам, наверное, открою такую тайну. Если бы вы меня не просили делать Пиксельмон, если бы моим подписчикам не нравился Пиксельмон, и если бы вы просто на него уже забили, потому что он уже бы вам надоел, я бы, честное слово, я бы в тот же день перестал снимать Пиксельмон, потому что, честное слово, он меня уже немного запарил. Но я его продолжаю снимать только для вас, только для своих подписчиков, потому что мнение подписчиков мне тоже важно. Если вам нравится Пиксельмон, ладно, я тогда буду снимать Пиксельмон, продолжать снимать Пиксельмон, только ради вас. Если бы вам это не нравилось, я бы, наверное, уже прекратил. прекратил. Ладно, два сезона пиксельмона. Это круто, да. То есть, один сезон мы там словили, и другой сезон мы там словили покемонов. В третьем сезоне словить тех же самых покемонов может там пару новых, это было бы уже реально скучно. А прокачивать их каждый сезон, это одно и то же. Поэтому, ребята, это действительно бы уже надоело всем. Но, раз вам нравится, то я тогда продолжаю. Может, может, фиг его знает в каком-то там сезоне, вам уже, может, это надоело, поэтому я не могу знать. Будем видеть, ребята, будем видеть, но в данный момент все-таки вы видите то, что новая серия все-таки выходит. Если вы смотрите это видео, значит, новая серия специально для вас вышла. И только ради вас, ребята, только ради моих подписчиков я делаю эту серию пиксельмона. Потому что если бы нет, я бы сделал, не знаю, что-то другое, чтобы мне там в голову пришло. Ладно, мне кажется, на этом уже можно будет потихоньку заканчивать. Давайте мы еще сейчас пойдем, продадим вот этот весь хлам, который мы добыли в этой серии. И мне кажется, что действительно уже можно будет заканчивать. Фух, ну вот смотрите, вот еще один стак у нас есть. Вот еще один стак у нас есть. Наверное. Так, давайте еще вот это продадим и вот это. 22 монеты, монеты в следующей серии, может, будет уже 24. Вот сейчас, смотри, да, в следующей серии уже будет 24-25 даже монет. Сейчас у нас уже есть 22, тут уже практически 23. В случае, может, уже будет 24-25. Да, ребята, в скором времени мы уже купим механическую наковальню. Вот она, Mechanical Anvil. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Что нам еще выпало? Выпало два френдбола. Больше ничего. Ладно, ребята, я говорю всем, все за просмотры. Не забываем ставить лайки. Я еще раз повторюсь, как только мы наберем тысячу лайков на вот этой серии, в ту же секунду выйдет следующая серия. И когда она выйдет, зависит только от вас. Если хотите больше Pixelmona, поставьте лайк, сразу же выходит следующая серия. Ребята, второе, не забываем оставлять комментарии, я общаюсь с своими подписчиками. Все, что вам нужно, это задать какой-то вопрос, чтобы я на него ответил, потому что есть такие умники. А-а-а, Эдисон нас дурит, он не отвечает на вопросы. На такое сообщение, А-а-а, Эдисон нас дурит, он не отвечает на вопросы. Я, конечно, не буду отвечать, потому что там нечего отвечать. А если кто-то задаст, например, какой-то нормальный вопрос по Эдисон, где ты там живешь, сколько тебе лет, или еще что-то там, то я, конечно же, отвечу. Поэтому, если хотите со мной пообщаться, просто-напросто оставляйте свой комментарий. И последнее, не забываем вступать в нашу большую дружную семью. Я буду рад каждому новому подписчику. Я отношусь к своим подписчикам как к друзьям. Поэтому, если хочешь стать моим другом и просто-напросто вступить в нашу семью, подписывайся. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.